А вы говорите по-английски? На этот вопрос все участники конкурса точно ответят «да». Каждый год в Хасанском округе проходит конкурс «Телленд-шоу», где школьники соревнуются в знаниях английского языка. В этом году в нем приняли участие ребята из Славянки, Барабаша, Витязя, Андреевки, Краскина и Приморского. Традиционно конкурс проходит в трех номинациях – инсценировка, песня, декламация. К своему выступлению ребята подошли очень ответственно. Каждый старался выбрать для себя особенное произведение и постараться как можно лучше исполнить его на английском языке. Я представила стих Риарда Киплинга «Вампайр». Сложность была, наверное, в том… Наверное, даже не было сложности, но просто, может быть, что это все-таки другой язык, и поэтому было сложно запомнить некоторые слова. Главное же передать интонацией, жестами, чтобы зритель почувствовал это стихотворение. В этом году в номинации «Инсценировка» были представлены только два номера. Их подготовили ученики частной школы Камышинского и ребята из первой славянской школы. «Инсценировка» Поразили зрители и членов жюри и ребята, выступившие в номинации «Песня». Участники демонстрировали не только вокальные данные, но и точность произношения иностранных слов, а также артистичность и умение держаться на сцене. «Инсценировка» Каждый год проводим этот конкурс. Знаете, хочу сказать одно. В этом году чувствуется уровень профессионализма у ребят. Вот с каждым годом все четче, лучше. Они учитывают все нюансы, все усматривают, да, и только лучше и лучше становятся. Ребята просто супер, просто молодцы. Ну и, конечно же, большое спасибо учителям, которые их приготовили. По итогу конкурса были определены победители. Так, в номинации «Декламация» победителями в своих возрастных категориях стали Диана Махитарян, Алена Науменко, Анфиса Ямалова и Егор Килин. В номинации «Инсценировка» лучшими были признаны ребята из частной школы Камашинского. А в номинации «Пение» уверенную победу одержала Амелия Василакова. Но, несмотря на то, как распределились призовые места, все участники остались довольны своим выступлением. А еще больше за них рады их учителя английского языка, которые помогали ребятам подготовиться к конкурсу. Конечно, горжусь. Это мои ученики, ученик 11 класса Кузнецов Захар и ученица 8 класса Софья Непородова. Ребятам нужно место, ситуация, в которой они могут показать свой потенциал, выразить то, что они хотели бы сказать и показать то, что они умеют. Как отметили члены жюри конкурса, ребята в этом году показали очень хорошие результаты. А их знания английского языка они и вовсе оценили на отлично. Виктория Беляева, Владислав Евдокимов. Новости Славянки.